Время Второй мировой войны США начали разработку нового тяжелого танка лишь под конец 30-х годов. Руководителем проекта назначили майора Гладеона Барнса, работавшего над Шерманом. Сперва машину задумывали как многобашенную, однако от этой идеи быстро отказались в пользу одной башни с 76-мм пушкой. В 1942-м один из пробных вариантов нового танка был принят на вооружение под индексом М6. Машина получилась мощной и достаточно подвижной благодаря электрической трансмиссии от General Electric, но в конце концов армии не пригодилась. В те же годы Америка и Великобритания трудились над совместным штурмовым танком на базе Шермана. Он получил индекс Т-14. Танк унаследовал от притечи большую часть узлов, компоновку и вооружение. И хотя Британия остро нуждалась в новом тяжёлом танке, американские инженеры не сумели вовремя довести проект до ума. Его опытные образцы так и остались на полигоне. Из тех танков, что всё же добрались до фронта, самым крепкозащищённым стал Шерман Джамбо. Средний танк с усиленной бронёй поначалу вызвал у конструкторов сомнения из-за огромной нагрузки на подвеску. Однако на деле он оказался более чем надёжным. Лобовая броня Джамбо выдерживала попадание из 88-миллиметровой пушки Флаг-36. И уже этим танк заслужил любовь экипажей. Кроме модифицированного Шермана, американские танкисты также успели опробовать Першинг с орудием повышенной баллистики. После высадки в Нормандии командование всерьёз обеспокоилось проблемой «Пантер» и «Королевских тигров». В танковом парке штатов не было равных по силе машин. Именно для борьбы с немецким «Зверинцем» армия в опытном порядке переоборудовала один из Першингов. Броню танка усилили плитами в районе маски орудия и верхней лобовой детали. Из-за своих внушительных характеристик он получил прозвище «Супер Першинг». Тем не менее, «Королевские тигры» произвели на американцев столь сильное впечатление, что в 1944 году они начали работы сразу над несколькими тяжёлыми танками. Поначалу инженеры попробовали усилить М6 дополнительной бронёй и перевооружить его 105-мм пушкой в новой башне. Обновлённый танк под индексом М6А2Е1 вполне мог бы составить конкуренцию «Тиграм», но ему помешала возросшая до 70 тонн масса и непомерно большие размеры. Машина, которой предстояло долгое путешествие по Орденнам, даже на полигоне увязала в грунте и не справлялась с 24-градусным подъёмом. С другой стороны, труд конструкторов всё равно не пропал даром. Неудавшийся М6А2Е1 послужил своеобразной тестовой лабораторией для линейки из трёх тяжёлых танков — Т-29, Т-30 и Т-34. Отличались они друг от друга прежде всего вооружением. Т-29 считался базовым вариантом с орудием калибром в 105 мм. Опытный Т-30 получил рекордную 155-мм пушку — одно из мощнейших танковых орудий тех лет. А на Т-34 проверили 120-мм орудие. Однако из всей троицы самым перспективным вариантом, благодаря балансу между скоростью заряжания и огневой мощью, считался танк Т-29. Его производство могли бы развернуть уже в 1945-м, если бы у Советского Союза к тому времени не появился ИС-3. Ну и война закончилась, само собой. Похожим образом сложилась судьба ещё одного американского тяжеловеса — Т-32. Как и танки и семейство Т-29, эту машину создавали на основе першинга. Однако если Т-29 довольно серьёзно изменили по сравнению с базовой машиной, то Т-32 обошёлся без подобных мер. Его просто оборудовали новым орудием того же калибра, сменили башню и увеличили толщину брони. В результате в области маски орудия защита танка достигала аж трёх сотен миллиметров. Но при этом даже вариант с ещё более усиленной бронёй под индексом Т-32Е1 весил всего 54 тонны. Если не считать проблем с трансмиссией, машина выглядела любопытно. Но, опять же, она не успела к войне. И всё же один из американских тяжёлых танков пошёл-таки в массовое производство — М-103 от компании «Крайслер». Акцент в этом проекте сместили на орудие. Танк получил мощную 120-миллиметровую пушку для стрельбы с больших дистанций. Защита тоже была рассчитана в первую очередь именно на дальний бой. А за счёт её облегчения удалось сохранить подвижность. В эллипсоидных формах М-103 узнаются черты, ставшие визитной карточкой американской школы танкостроения 50-х. Позднее похожий корпус получил средний танк М-48. С исторической точки зрения ставка США на авиацию и мобильные войска оправдала себя. Союзники смогли справиться с немецкой техникой без участия тяжёлых танков, которые большую часть жизни провели на тестовых полигонах. Зато работа над ними дала инженерам ценный опыт, который не раз пригодился при разработке средних и основных боевых танков. А какие из американских тяжеловесов нравятся вам? Расскажите об этом в комментариях! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова